Мы встречали под аэропортом в Дебальцево, образы стрелкового оружия. Наши специалисты говорят, что была задействована система по определению по звуку выстрела координат. Артиллерийских установок, это минометов, пушек, достаточно большое количество прицелов, ну и, конечно же, нелетальных бронежилетов, одежды и так далее, и так далее, поставлялась в Соединенных Штатах. Ну, о продуктовых наборах, наверное, знают все. Конечно же, у меня есть информация, знаете, у нас на Украине все, скрыть какую-то информацию достаточно сложно. Мы все всегда знаем друг про друга. Вот те цифры, которые сейчас гуляют по Киеву, это поставка вооружения где-то на сумму миллиардов долларов. Достаточно для того, чтобы подлить масло в огонь, но явно недостаточно для того, чтобы выиграть эту войну. И мы, если рассуждая с политической точки зрения, то что нужно сегодня народу Украины? Нужен хлеб, нужен газ, нужны энергоресурсы, нужна работа. Но вместо этого всего Соединенные Штаты Америки хотят поставлять оружие для того, чтобы русские убивали русских, для того, чтобы разрушались наши города, которые нам потом, самим же, впоследствии надо будет восстанавливать. И чем дольше будет продолжаться война на нашей же территории, потому что в любом случае мы считаем, что, я думаю, и русские считают, и уж понятно, что украинцы считают, что это наша территория, которую нам все равно придется восстанавливать, тем будет лучше другим странам. К сожалению, все это очень прискорбно. Что касается ЧВК, то я лично видел погибших поляков с польскими паспортами. Мы в свое время переезжали между Луганском и Донецком, попали под Снежным в окружение, небольшой бой. Сессия парламента Новороссии проходит последовательно то в Донецке, то в Луганске. Мы уже проводили в Луганске, следующее должно было быть в Донецке. Мы с депутатами ехали. Мы увидели, нам бойцы продемонстрировали только подбитый БТР, и его из утеса подбили наши ребята. И вынув танкистов, они обнаружили у них польские паспорта. Их там же ж и похоронили прямо возле, рядом с БТР. Поэтому, что касается ЧВК, то вот идея, эта идея очень заинтересован Игорь Коломойский. Он хочет свои подразделения, которые финансируются им, оформить их как ЧВК. И независимо от того, как будет заканчиваться конфликт на Украине, использовать их в различных прикладных целях. Продолжение следует...